Здравствуйте, друзья! В средние века Феодосия была одним из центров международной торговли. Здесь продавали специи с Востока, драгоценности со всего мира, фарфор с Китая. Ну и также здесь процветала и работорговля. Сегодня я вам хочу показать колодец с бассейном, в котором мыли рабов. Всего их было четыре, сохранился только один. Видим храм XIII века, назван он в честь Иверской иконы Божьей Матери. Здесь также продолжают проходить службы. Ну, колодец. Немного преобразили усилиями батюшки, но размеры примерно были такие, как средние века. Видим стены Гюнецкой крепости, за которой был центр города. Там проживал консул и вся Гюнецкая знать. Располагался дворец консула, казначейство. Видим склон карантинного холма. Вот именно здесь ожидали своей участи несчастные невольники. Башня Криска. По-другому ее название Башня Христа. В своих видео я уже рассказывал про эту башню. На ней были установлены первые в Европе механические башенные часы. Вот та самая дорога, по которой вели рабов на невольничий рынок. Называлась она «Дорога скорби и печали». Вели рабов, скованные в одну длинную цепь. Невольничный рынок в Феодосии назывался Кан. Располагался он приблизительно где-то в тысячи метрах от этого грустного места. Спасибо вам за просмотр, друзья. Здоровья вам и добра. До свидания.